У российского триколора более чем 300-летняя история, которая связана напрямую с именем Петра I. Император сам начертил образец, определил порядок горизонтальных полос и обязал торговые суда ходить под бело-сине-красным полотнищем. До этого функцию флага на Руси выполняли православные знамена, которые назывались хоругвиями. На них чаще всего изображались лики святых. Впервые знакомое нам расположение бело-сине-красных полос ввёл Пётр I в так называемом флаге царя Московского. Свои корабли в конце XVII века он водил под таким флагом, а позже уже утвердил его с торговым флотом. Сегодняшний государственный флаг полностью соответствует российскому флагу эпохи Петра Великого. Составляя флаг, император сделал так, чтобы расположение полос совпало с древнерусским пониманием мира. Внизу красный цвет – мир физический, синий – мир небесный, а белый означает мир божественный. А вообще красный цвет традиционно считается цветом русских царей, синий цвет – цвет Богоматери, покровительницы Русской Православной Церкви, а белый цвет – символ чистоты и гордости. В 1991 году после августовского путча полотнище из трёх полос признали официальным национальным флагом в нашей стране. Значение его цветов старовчане трактуют по-разному. Белый цвет – это небо, а синий цвет – это море, а красный цвет – это наши силы. Красный – как победа, наверное. Синее – небо голубое, а белый – это дружба. Белый – это небо, думаю, а красный – это кровь, которая вроде была пролита. Да, из-за войны. Да, ещё. Белый – синий. Синий – это небо, а белый – это свобода, по-моему, честь. Красный – это народ, белый – это светлое небо, но синий – тоже светлое небо. К дню флага сотрудники библиотеки имени Пушкина подготовили выставку «Один флаг – одна Россия», на которой юные читатели смогут узнать всё об истории Триколора. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.